Напишите, можно я выставлю вас на своей страничке? Хотела бы, чтобы побольше узнала простую истину. Да, друзья, пожалуйста, можете, как они там, сшивать, можете там частями, можете разрезать, можете цитировать, можете прям целыми видео выставлять. Единственное, что давайте на меня эту ссылочку, чтобы мы просвещали. То есть моя миссия просвещать свет, несущая свет, просвещать. Почему? Потому что раньше, например, в 15 веке, мало кто верил, что будет ездить на каретах. Вот представьте, 15 древний век, люди ездят на машинах, на повозках, и приходит какой-то философ и говорит, скоро эти повозки станут железными, скоро, не знаю, вы будете разговаривать с человеком на другом конце света. И люди такие, ты что, рехоноса? Ты вообще в своем уме? Что ты такое вообще там себе надумал? Вот думайте. Те, кто видел фильм «Кроличья нора», это продолжение фильма «Секрет», помните момент, когда она смотрит на море, и кораблей нет? Потому что мы не можем представить то, чего нет в нашей картине мира. И шаман ее так джи-джи-джи, и она начинает видеть корабли. Поэтому у нас очень такое, у нас очень узкое зрение. Мы видим только лишь то, что мы сегодня готовы. Вот у нас шоро здесь на глазах. И мы видим то, что вот мы готовы слышать, то, что мы готовы видеть, то, что находится в узком коридоре нашего восприятия. Поэтому такого не может быть, потому что такого не может быть, потому что в моей картине этого нет. Поэтому мы это отрицаем. Например, мы настолько вот нам внушали, что возможно лечение только с помощью лекарств, что когда я сейчас, например, говорю, что с помощью питания вы можете что-то изменить в своей жизни, большинство людей говорят, что я буду вот это питаться, и мои болезни уйдут. Многие настолько к себе относятся как к телу, как куску мяса. Что когда я могу говорить, что есть такое понятие, как психосоматика, психосома – это тело, что тело управляет, и организующая система твоей жизнедеятельности, которая называется психика, и ты можешь хозяином быть своей мысли, ты можешь изменить с помощью мысли любые свои события, в том числе и исцелить ребенка, то для большинства это выглядит как фантастика или как бред. Поэтому очень много у меня в комментариях прямо тысячами. Бред, вы говорите бред, вы говорите бред. И когда слушаешь, понимаешь, насколько у людей закрыто сознание к тому, что сегодня вроде как является нормой жизни, естественным просвещением. Для многих из-за того, что у них закрыто сознание, закрыто к чему-то новому. И вот поэтому они делают, как мамы их делали, так они делают, как бабушки их делали, так и они делают. Хотя реальность меняется, все меняется, мы уже ездим на машинах, мы уже едем на мопедах, мы уже можем заказывать такси, мы уже можем звонить родственнику на другой конец света. А теперь представьте человека, который в 13 веке живет. Он назовет это сатанизмом, что я беру какую-то железяку, звоню кому-то, с кем-то разговариваю, с кем-то договариваюсь. Мы просто об этом не задумываемся, мы просто не думаем. Но есть люди, которые приходят как новаторы, они приходят и как новаторы, вот как Эдисон, который изобрел лампочку. Представьте, 100 попыток неправильно. Представляете, сколько людей ему говорило, да, оставь ты эту попытку. Что ты вот этой херней занимаешься? Да пойди займись чем-то лучшим. А он продолжал, 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 и у него в какой-то момент раз, и сегодня мы пользуемся с вами лампочкой. То есть в этот мир всегда приходит кто-то, кто является новатором. Вот Иисус пришел, и он был новатором для того времени. Он говорит, отныне вы не рабы, они не дети. А они привыкли, что их считают рабами. Отныне там тот, отныне там он притчами говорит, да, и люди пришли, послушали, типа исцеления взяли, то, что им надо было, он так говорит, рука, здоров, пошел. Тынь, тынь. Он говорит, я делаю, ты будешь делать. То есть, и вот эти сказания, вот эти предания, которые говорят об новаторах, которые передают нам в сказании новаторстве, хотя мы детям сказки читаем, что он пошел там, трехголовому убил, там этого освободил, этого там взял, там бабу-югу посадил. Вот. Казалось бы, мы читаем такие предания, сказания, а до сих пор живем в позиции, я ничего не могу, я человек маленький, от меня ничего не зависит. Так кто я такая, что где-то вообще говорила. То есть, это синдром самозванца, так называемый. Поэтому те, кто открыт слышать, кто открыт, знаете, вот тут портал чуть-чуть, расширить свой кругозор, те будут слышать. Те, кто не готов, ну, пока не готов, давайте так, пока не готов, я всегда говорю, какое-то потрясение придет, и тогда ты будешь готов. Второй вопрос, как долго этого потрясения тебе ждать, и чтобы потом, когда ты не оглянулся назад, ты не сказал, ты сейчас постоянно говорю, Боже, если бы я знала то, что я сейчас знаю в 20 лет, моя жизнь бы совершенно была иной. Но есть то, что есть. Слава Богу, хоть я в свои годы это поняла. И я понимаю, что в следующем этапе, лет через 10, я, лет через 10, я буду говорить то же самое с сегодняшней этой, которая сегодня. Если бы я знала то, что я знаю там, я бы там то-то, 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 то-то. Почему? Потому что расширение сознания, расширение кругозора и, соответственно, изменение качества жизни. Наша задача же не количество жизни, наша задача – качество жизни. Наша задача – так качественно прожить жизнь, чтобы к концу нашей жизни мы оглядывали и сказали, весьма хорошая жизнь, замечательная жизнь. Просто жизнь на ура. Вот. или же сидеть и жалеть. Там была возможность… Не сделала. А там была возможность… Не сделала. А там была возможность… Не сделала. Я часто с этим сталкиваюсь, когда люди вот приходят на приём в первую же там сессию. Я говорю, надо дальше продолжить. Человек говорит, а не сейчас, типа, потом. Потом проходит 2, 3, 4, 5, 6, 7, он приходит уже полностью запущенный какой-то проблемой своей. И я ему говорю, вот там я тебе говорила 3, а он говорит, ну вы же там говорили мне 3 сессии. Я говорю, там я говорила, Три сессии, потому что у тебя был объём проблемы вот такой, яма. А сейчас за эти семь лет у тебя ямища. Поэтому, конечно, лучше было там её решать. И уже через эти семь лет ты был уже на другом уровне сознания. А он говорит, ой, я не понял. Я говорю, представь, в семь лет ты мог бы уже жить иной жизнью. Но ты живёшь так, как ты выбрал жить, так, как ты решил. Поэтому да, можно, выставляйте, да, нарезайте, да, рассказывайте, да, просвещайте, да, создавайте свои страницы. И доносите до людей так, как вы понимаете. Вот, например, да, вот я очень много говорю о том, что наша жизнь – это выбор, знаете, как пять пальцев. Ты можешь выбрать пяти по этой дороге, можешь выбрать по этой, можешь выбрать по этой, можешь выбрать по этой. Как правило, люди делают один и тот же выбор. То есть вот они выбрали пройти по одной дороге, и вот они круг прошли, и один выбор, и один выбор. И в итоге меняются сцены, меняются люди, а всё как было, так и есть. Десять лет прошло, ничего не изменилось. И, конечно, на основании этого людей скука. Скука. Люди говорят, жизнь просто дерьмо, жизнь скучная. А почему она скучная? Потому что ты не выбираешь иной путь. Потому что когда у тебя есть право выбора выбрать, ты не выбираешь. И поэтому результат мы видим, тот же результат, потому что у людей есть страх перемен. Потому что за основой всего людей стоит страх перемен. Страх, что если я изменю жизнь, то что-то произойдёт такое, чем я не справлюсь. И поэтому этот страх перемен – это эмоциональная яма. Помните, я говорила, есть эмоциональная яма чувства вины. Очень многие люди сидят и копают, копают. Есть эмоциональная яма страх перемен, есть эмоциональная яма самооценки, есть эмоциональная яма отшельника, есть эмоциональная яма, где человека качают, то мне кажется, что я умею всё, то мне кажется, я ни на что не влияю. И вот поэтому нам необходим наставник, который нам поможет через все вот эти ямы, пройдя, ни в одной из них не задержаться. Потому что очень много людей, находясь в таких ямах, они и тебя туда же толкают. Например, если человек сидит в эмоциональной яме «я ничто», «я великий», вот его шатает, и ты попадаешь в его реальность, он тебя пытается точно так же в эту яму и начинает тебе говорить «да ты ничто, ты посмотри на себя, что ты вообще решил, что ты себя представляешь?» И начинает тебя туда скатывать. И тебе нужно достаточно высокий уровень энергии и осознанности, чтобы не скатиться в его яму, которую он выбрал для себя, эту тюрьму. Ему там скучно, он пытается тебя в эту же тюрьму засадить, чтобы ему не так было скучно. Поэтому спасибо вам за комментарий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok